Здравствуйте, друзья! У вас на экранах гость нашей студии. Зовут Наташа. Ну и дальше она скажет пару слов о себе. Наташа, давайте. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, уважаемые зрители. Я живу в пригороде Вашингтона, Ди Си. У меня было две поездки в Америку. Сначала я приехала как ОПР по J1, ну а второй раз по туристической визе. Ну и вот и легализовала здесь. И мне на это ушло четыре года. Давайте мы скажем пару слов, что такое программа ОПР, потому что, может быть, не все знают. Да, конечно, это программа. Это, в принципе, ты приезжаешь в принимающую семью, ты живешь за их счет, ты ешь за их счет, они тебе платят карманные деньги, но взамен, они также еще оплачивают образование, 300 долларов в семестр где-то, но взамен ты как бы baby-сити-ш их детей. Ты работаешь с няней 45 часов в неделю, помогаешь им с детьми, то есть ты не должен ни убирать, ни стирать, только все, что касается детей. Если постирать, детские вещи, не мама-папа. Вот это, в принципе, хорошая программа для ребят и девушек, от 18 до 26 лет, в принципе, любой может приехать, не обязательно студент. Я студентом не была, когда я сюда приехала, я уже закончила университет. Вот, она дает и social security номер, можно получить. Вот, и эта программа рассчитана на год. Единственное условие, что как бы должно быть, это права и 200 часов работы с детьми. Это может быть лагерь, это может быть, если у вас брат-сестра, вообще никаких проблем, младший брат-сестра. То есть засчитывается в experience. Хорошо. Так, а откуда же вы сами-то? Приехали откуда? Недалеко, это где-то несколько часов от Москвы, провинциальный городок. Ну, какой-то секретный. Не секретный, я просто не хочу говорить. Ну, значит, это хорошо. Значит, несколько часов от Москвы. Хорошо. А образование какое вы получили? Я училась в педагогическом институте, заплачила Ильяс. То есть, я учитель английского языка. Это в Москве учились или где-то на местности? Нет, в этом, в провинциальном городке. Так что, здесь дипломы котируются. То есть, провинциальный городок такой, что там еще есть пединститут. Да. Так это областной город. Ну, типа Воронежа, да. Ну, так что, хорошее дело, так и большой город. Так, ладно. Итак, вы успели поработать в школе после института? Нет. Вот, вы знаете, вот, это была вот самая проблема. Я, когда я начала подавать на эту программу, это был четвертый курс, но пока я выучилась на права, пока мне нашли семью туда-сюда, уже был пятый курс, и я его закончила. И на тот момент, когда меня пригласили на интервью в посольство, я не училась, я не работала, у меня не было ни машины, ни квартиры. То есть, связи с Родиной не было. И мне в открытый, открытым текстом в этом агентстве говорили, тебе визу не дадут, потому что у меня ничего не было. Вот. И мне дали без проблем. То есть, я не училась и не работала. И я не поработала в школе. Ну, только практика была, вот опять практика, все. Честно сказать, если вы даже поработали в школе, я не понимаю, почему они должны были бы дать вам визу, все равно у вас никакой связи с Родиной нет. Правильно, да. И да, нет. Хорошо, то есть, молоденькая девочка, богатств никаких нету, но вы просто им понравились. Вы знаете, я думаю, что они принимают решение еще о судьбе по бумагам. Они, я не думаю, что они смотрят уже на интервью. Но это интервью вы проходили все-таки в Москве, или в провинциальном же городе, там есть... Я в Москве, я в Москве. Ну, слава Богу, мы все-таки доехали до Москвы. Сейчас нет такого, чтобы в Москву за продуктами. В наше время из провинциального города сели бы на электричку, там два часа, и в Москву за продуктами. В Москве пострижется дороже, чем в провинциальном городе. А, видите, как меняются времена. Другая страна. Хорошо. Итак, это была первая ход, как можно сказать. Вы год тут пожили. А где это было географически? Я приехала в Вашингтон, Ди Си. В принципе, где я сейчас живу. Это была одинокая мама. Она американка полностью. Она работает на правительство. Ну, вот, она усыновила троих детей, потому что сама не могла иметь. Ей уже было лет 50, наверное, к тому времени, как я приехала. И вот трое маленьких детей, три года девочки, еще другой девочке пять лет и мальчику шесть лет. Все они были усыновлены из Казахстана. И вот я ей помогала целый год. То есть они как бы русскоязычные были, да, изначально? Она их усыновила, когда они очень маленькими были. Они не помнили русский язык вообще. Такое уточнение. Вот я знаю, что из России, и недавно мне сказали, что в Украине то же самое, что когда детей отдают за границу на усыновление, то это не могут быть здоровые дети. То есть у них должны быть какие-то физические дефекты и так далее. В Казахстане тоже так или детки абсолютно здоровые были? А у мальчика чуть-чуть косоглазия, если ты там присматриваешься к нему и все. А так они абсолютно здоровые были. Хорошо. Итак, пробыли вы год, вернулись в неизвестный нам закрытый город без консульства. И чего делали? Ну да и Воронеж, да. А я прям сразу же нашла частные курсы, где меня прям сразу же взяли. То есть год в Америке для преподавателя, это очень хорошая стручка. Да, и я сразу начала делать в принципе хорошие деньги. Мне платили по часовую зарплату, как в США. То есть чем больше наберешь групп, тем лучше. Но хорошо платили? Ну на тот момент, по-моему, 150 рублей в час. Тогда мне, вон, не хватало. То есть я там типа пятерка там. Хорошо. 2006 год был. Какой год? 2006. 2006. А, слушайте, вот время долетит. Да. Мама родная. Ну хорошо. Так потом вы что сделали? Вторую ходку вы как совершили? Ну дело в том, что в течение этого года, когда я была в России, я очень скучала по этой семье, по Америке. И мы с ней переписывались с этой, с хост-матер, с мамой с этой. Вот. И она, ну так получилось, что у нее старая ляня уезжала, а новая приезжала там спустя несколько месяцев. И она меня пригласила к ней приехать, чтобы вот этот, как бы, несколько месяцев заполнить. Просто погостить, ну и помочь ей. Ну и я с удовольствием, да, откликнулась. Опять поход в консульство, получение туристической визы. Тут полегче, конечно, у меня и приглашение было, и цель поездки. Ну, хорошая. Вот этих людей. Ну и я уже работала. Хотя богатства у меня не было все равно. Ни квартир, ни машины и так далее. Ну дали визу, дали, дали. И опять, они на меня даже не смотрели. Задали один и тот же вопрос там, типа, куда ты едешь, кому ты едешь. Потом еще раз повторили этот вопрос. На меня не взглянули ни разу дали визу. Поэтому мне кажется, что они принимают так решение до интервью уже. Так, минуточку, а это уже когда было? Это через, то есть, опером я была, поехала в 2004 году, в 2005 вернулась, с 2005 по 2006 в России была и в 2006 обратно, ну в конце, там, с 6 декабря я уехала обратно в Америку. То есть вы уже в Америке, считай, там, восемь с лишним лет? Да. Так вы местная. Ну хорошо, поехали вы в гости. Обратно уже вы, ну то есть, вы можете мне рассказывать, там, каким образом вы стали местной девушкой? Не, я расскажу, как раз это может пригодиться. Давайте, давайте. Как произошло? Как бы, у меня не было плана остаться, потому что, хоть мне и было там 24 года, я понимала, что по туристической визе у меня путь, что, ну, нелегалкой только остаться, и все, работать я не могу, ничего не могу делать. Но, так как у меня масса времени было, так как я уже не работала, а навещала, я признакомилась с кучей людей. И среди них была женщина, которая открыла несколько филиалов частных детсадов. Вот. И она мне предложила позицию учителя русского-английского, потому что у нее была проблема. Она или русскоязычного находила, который по-английски не говорил, или англоязычного, который по-русски не говорил. А детей-то надо и русский, вроде бы, сохранить, и к школе подготовить. Я правильно понял, что садик был для русских детей? Да, частно-русскоязычные, кстати. Просто это не было понятно. Теперь, она вам рабочую визу сделала, что под эту позицию? Да. Она мне предложила, я ей сказала, у меня туристическая, я не могу работать. И она, да, мне предложила вот рабочую визу, и мы узнали, что если у тебя есть высшее образование и специальность, которую тебе предлагают, она не совпадает, то рабочую визу сделать можно. Вот. Ну, естественно, я не говорю о юристах-экономистах, там другие законы, естественно, они не могут здесь рабочую визу получить. Да, у нас тут есть очень большой русский детский садик, очень известный, Star Pride называется. И у меня были девочки-студентки, которые там работали воспитателями, а изначально им делали рабочую визу. Они приезжали с мужьями-программистами, и их брали в этот садик и делали им рабочую визу. Они немного получали, но вот я помню, девочкой там платили 18 долларов в час. Немного? Мне намного меньше платили. Ну, по сравнению с программистом-то, понимаете? Вот. Но, тем не менее, да, ну что же, хорошо. Так, то есть вы потихоньку потихоньку ваша рабочая виза переросла в Green Card, да, или как получилось? Нет, там немножечко по-другому было. Во-первых, так как у меня была туристическая виза, дали-то мне на шесть месяцев здесь уже на таможне, а на рабочую визу мало кто знает, чтобы мне не выезжать из страны, потому что если ты не поддерживаешь легальный статус до 1 октября, тебе придется выехать из страны, пойти в посольство какой-то страны, там Москва, ну, в России, в Мексике, неважно, США, и там тебе могут зарубить эту визу, даже если тебе ее здесь откроют, скажут, ну, блин, ты ехала по туристической, ты обманывала нас, ты сказала, что ты едешь навестить, и все, и поэтому мне надо легальный статус было поддерживать, и вот я два раза продлевала эту визу, что довольно-таки проблематично сделать, но мне, ну, я была лаки, мне дали. Вы знаете, что, вот мой опыт с этим делом такой, что, ну, да, ехал, познакомился, а как получилось? Да ехал, познакомился, мы с них не было, они схватились с меня, и все, я, что, так вышло, но, поскольку эта виза с двойным намерением, рабочая, да, то есть она как бы не является характерной иммиграционной, но она и не является не иммиграционной, то есть, пожалуйста, можно так и так, поэтому ваши шансы на получение этой визы были почти стопроцентные, насколько я это понимаю, ну, то есть вот мы это видим сплошь и рядом, ну, нет обмана никакого, если вы приехали, через неделю подали там, я не знаю, на что-то еще, то возникает, вот я не знаю, вот вчера с парнем разговаривал, он приехал и через неделю подал на студенческую, и ему ее не дали, ему через полгода отказали, он полгода сидел, сейчас выяснилось, что он вне статуса, потому что они говорят, что ты как-то так странно приехал, там через неделю подал, они увидели в этом обман, это бывает, да, ну, что, хорошо, так пока что история такая, можно сказать, вы прям как, то есть, вы не были особо золушкой, но так вот эти дальнейшие превращения очень хорошие, у вас там ремонт идет, я чувствую, там, да? Ну, так нас прорвало это, вот это хитро, да? Друзья, о недостатках Америки, даже в Америке, даже в Америке может труба лопнуть, вот, и приходится ремонтировать, да, нет, нет полного счастья. Итак, меня, знаете, что, вот я вас слушаю, и я смотрю, девочка такая хорошая, симпатичная, беленькая такая. Окей, сейчас что-то плохое будет, да? Нет, я думаю, ну, а про личную жизнь что-нибудь расскажите. А, я Гринкард не так получила, не с личной жизни, не выйдя замуж. Так, так, хорошо, нет, ну, вы могли так упомянуть, там, между делом, там, так, ну. Да, между делом, да, но это было уже намного позже, я все это время работала, работала, зарабатывала деньги, это где-то года через три-четыре после того, как я приехала в Америку, да, я уже встретила своего будущего мужа, у меня уже были все документы, у него были документы, он из Латинской Америки, хотя приехал сюда довольно-таки молодым, у него тоже там легализация была, по студенческой визе он приехал. Так вы теперь по-испански можете? Ну, только, знаете, я работаю в финансовой компании, только все, что связано с финансами, могу по-испански, а так нет, только с работой связано. Вообще, слушайте, я вот слушаю вас, и я знаю, что вы там блогер, да, то есть у вас есть видео, вы снимаете, а видео о чем? То есть я вижу очень много интересных всяких линий, да, то есть вот как вы легализовывались, как вы работали упер, как вы работали учителем, как вы вдруг в финансовой компании оказались, уже перестали быть педагогом, и про мужа, наверное, есть что рассказать, правда? Ну, хорошо, так слушайте, о чем ваш блог? Мы хорошо. Спасибо. Ты отсюда? Ты живешь? Да, downstairs уже готово. Греть, спасибо большое. У нас есть в доме, 6 километров, да? Да. Хорошо, у вас есть проблемы с этим садом? Нет, я нет. Нет? Хорошо. Спасибо большое. Если вы хотите, то просто дай мне покажу, но все хорошо. Спасибо большое. У нас урок английского, у нас люди любят когда по-английски, они думают, сейчас пойму, не пойму. Ну, так все-таки к блогу давайте. Как давно вы начали это делать? Ой, вы знаете, я вообще начала только в феврале. Я на ютубе только, знаете, Dancing Kittens смотрела «Танцующих котят» до этого. Я не знала, что вот существует Silicon Valley и остальное, когда я вот нарвалась как-то на одно видео о молодого человека, почему я уехала из России, я там к нему подписана. Мне так это понравилось, я начала смотреть всех блогеров и вот вас открыла всех. То есть вы не интернет леди такая, то есть вы не сидите целыми днями на интернете? Не, я работаю 6 дней в деле. Ну вот, я думаю, у меня столько информации во мне, я через столько всего прошла, это то, что я вам рассказала, это только по пути. Вот, думаю, дай-ка я расскажу поподробнее всем документам, шаг за шагом, как что. Вот сколько у вас сейчас видео? Ну, сейчас вы подумаете, что целый день на интернете сидим. Нет, почему? А бывает вперед из человека, знаете, остановиться невозможно. Я сам такой, что там, я хорошо пойму. 70. 70 с февраля, значит, март, апрель, май, ну можно сказать, 3 с половиной месяца. Да. Ну что, хорошо, слушайте, очень классно, очень классно. Ну а линия ваша какая, вы так сразу обо всем, то есть у вас такой поток сознания, вы перекидываетесь с темы на тему или вы так полномерно эти темы разрабатываете? Я начинаю вот со своей первой поездки, про эмиграцию, все эмиграционные вопросы пытаюсь, ну по крайней мере те, через которые я сама пошла. Вот, ну и то, что мне было бы интересно и сэкономило бы мне кучу времени, когда я сюда первый раз приехал, там про банки, например, я понятия не имела, что дебитная карточка может как дебит использоваться и кредит. Почему? Если она дебитная, почему она как кредит может использоваться? Ну, как транзакция пройти, она может как кредит и дебит. Ну вот такие вот всякие мелкие такие вопросики, которые… То есть вы как бы такой из цикла «англичане ружья кирпичом не чистят», то есть такой полезный такой… Да, полезный. У меня бла-бла-бла очень-очень мало, больше полезно. Хотя я вас очень люблю слушать, но у меня язык не так подвешен, чтобы так рассуждать. Подождите, но вы уже там почти десять лет в Америке. Вам-то чего меня слушать? Вот что вы-то же как бы уже на месте, вы все знаете там и что вы можете… Кроме бла-бла-бла, чем вам интересно? Мне ваше засуждение очень интересно. Как думают люди, которые здесь живут? Мне иногда кажется, неужели я единственная, кто так думает? А потом, нет, вообще-то другие люди тоже так думают. Мы с тобой одной крови, ты и я. Ну да, я понял. То есть у нас с вами много общего видения жизни. Да, но вы советы подаете, которые тоже можно, знаете, применить-то и к себе. А вот домик, где вы сейчас находитесь? Это у вас уже жилье свое или вы снимаете свое? Ну давайте расскажите, как вам… Так, давайте. Ну вот, получила я рабочую визу туристическую, продлили супер. С октября начала работать, и я ни минуты не теряя, сразу же начала вот подавать на грин-карту через работодателя. Но это довольно-таки трудный процесс, там три этапа. Сначала надо получить рабочий сертификат, потом разрешение на работу, и потом уже тебе дают грин-карту. Я извиняюсь, я извиняюсь. Это какой год был, октябрь какого года? Это октябрь 2007-го. Во, это еще господи, это когда лотерею разыгрывали, чтобы тебе еще документы рассмотрели на рабочую визу. Там очень много людей подало на это. Итак, 2007-й – это перед финансовым кризисом, это после 11-го сентября, то есть в этот момент рассмотрение всех этих рабочих виз не было особо быстрым. То есть не рабочих виз, а легализации. Сколько у вас заняло от октября 2007-го до момента, когда вы получили грин-карту? Сколько времени ушло? Так я и не получила через работодателя. Мы подали на рабочий сертификат. Пока мы туда-сюда документы собирали, какие-то там объявления давали, в октябре только мы подали. Потом два года у меня попал мой кейс под аудит, потому что у меня вовлекал иностранный язык русский. Когда там есть иностранный язык, вовлекает профессия, попадает аудит. На спецпроверку пропали. Да, и мне приходит отказ. И мой русскоязычный адвокат, после этого я с русскоязычными не работаю адвокатами, говорит, ой, они такие тупые, они не туда посмотрели, они не ту цифру увидели, все такое, надо перепродавать, ой, передавать. А у меня-то виз заканчивается уже, все, у меня третий год уже, виз на три года дана. Ну можно продлить же еще на три. Можно, а вдруг опять под аудит попадет, опять что-то не так. Это потом, спустя несколько лет, я обнаружила, что это не они тупые, а адвокаты тупые, которые поставили вместо 2006, ой, 2008 года, 2006. И вот из-за этой ерунды в одном документе мне зарубили сертификат. Но я параллельно играла в грин карту. И вот после там недели, когда мне сообщили, что мне отказ, вот, мне пришло письмо, что я выбрала грин карту. И у меня опять, рабочая виза у меня заканчивалась. Да. А надо легально здесь находиться. У меня 27 сентября заканчивалась виза, а на грин карту нужно было мне подавать, только в октябре. И мне пришлось опять продлевать рабочую визу, ждать, пока ее там продлят. Мы уже отослали все документы в октябре на грин карту, а виза все не приходит. А если она не придет, тебе так и не дадут грин карту. Они будут ждать, пока ее не одобрят. Не одобрят, если есть в Россию, оттуда подаважена грин карта. Ну, слава богу, все пришло. Да, получила я грин карту. То есть вы делали adjustment of status, как бы не выезжая из страны на месте. Да. Ну, вы знаете что, я, честно говоря, не вижу проблемы какой-то, если бы вы даже поехали в Москве, получили свое, прошли бы интервью, то есть вы так как-то побаиваетесь этого, я чувствую. Я очень боюсь, да. Это правда. Внутри страны они, конечно, мягче рассмотрят. Это правда. Слушайте, у вас драматическая история какая-то. Подождите, а это вот ваш личная жизнь-то, он уже появился в этот момент? Да, он появился. И вот мы не хотели как бы жениться, пока я не получу грин карту. Как только я получила грин карту, в 2011-м мы поженились. В 2011-м? Получил ее в 2010-м. Подождите, а детки есть у вас? Нет, пока нет. Понял, хорошо. То есть вы такие еще сами, можно сказать, молоденькие такие. Ну что же, подождите, а теперь давайте мы с карьерной стороной. Итак, вы получили грин карту в 2008-м? В 2010-м. В 2010-м. Хорошо. Итак, последние 4-5 лет вы как, так сказать, полноценный, принятый в пружуинство человек. Значит, чем занимаетесь? Ну вот, после детского сада, естественно, я сразу же ушла. Хотя, замечательный был коллектив, замечательный был менеджер, директор. Но мне надо было развиваться. У меня не было ни пенсии, ничего. И мне надо было расти. То есть там как-то вырастешь. Только если ты выкупишь этот детский сад, станешь директором самим. Все, больше никак ты не можешь там расти. Я ушла. Сейчас скажу. А, Dentist Assistant, помощник дантиста. Здесь берут без образования. Меня сразу же взяли. Подождите, как, не надо даже курсов никаких? Нет. Там обучили меня. Постойте, постойте. То есть вы на фронт-деске сидите или вы реально с зубами? Реально с зубами. Ну, я ничего там не тыкаю. Я подавала инструменты только. И смешивала пломбы эти всякие. Вот. Но это был ужасный, это был семейный бизнес. И там вот работали пап, мам, сын. Вот. Ну и на фронт-деске там девочки. Это был не нормированный рабочий день. Я знала во сколько я прихожу, но никогда не знала во сколько я ухожу. Прижил 6 часов. Это русские тоже были или не очень? Это иранцы были. Иранцы. Да. Они это как бы, они американизированные уже были. Ну, с акцентом. Ну, парень американизированный. Пап с мамой еще не очень. Хотя без всяких этих ходили. Там полотенец на голове. Ну, вот. Среди иранцев много христиан, может быть, они христиан. Я думаю, что они вообще атеисты. Ага. Так. Вот. Ну, и я не смогла, потому что я уходила, муж спал. Я приходила, муж спал. То есть я приходила часов. 9-10 вечера. Вот. И... Вообще-то так странно. Это очень странно. Они овертайм даже не платили. 6 дней в неделю работала, овертайм они не платили. Вот. Я выдержала там 2 месяца. И потом мне дошло. Подожди, так у меня же грин карта. Это что значит? Это значит свобода. За 2 недели, ребят, извините, но я ухожу. Но платили больше там, чем в садике? Да и платили. Я не знаю, чего меня туда вот дернуло. Платили меньше. В саду мне платили больше. У вас было опьянение от свободы. Вы... Всего, да. Так, хорошо. Через 2 недели вы пошли дальше. Куда? И я нашла работу в финансовой компании. И вот я туда сразу пошла. Там хорошие бенефиты были. Хоть объясните, что такое финансовая компания. Я не понимаю. Что они делают? Типа банка. Там ну этим как... Ну дают в кредит там ипотеку и все такое. Это какой-то... Что-то в этом роде. Что-то в этом роде. Да. И все как бы... И я вот уже там сколько? 5 лет почти. 4 года. Я там работаю. Я сделаю такую... Не очень... Большую карьеру, но я не хочу больше. Потому что там слишком много ответственности денежной. Вот. И да. И у меня все есть. Я очень довольна. Я общаюсь со взрослыми людьми. У меня английский вырос еще больше. Потому что в детском саду... Куда же еще-то? Михаил в детском саду. Вы знаете, на каком уровне нужно общаться с детками. Я понял. Да. У меня английский. Хоть и дома муж был. Я просто понимала, я не могла сформулировать иногда предложение. Вот. А теперь могу. Да. Я вот вас слушаю, слушаю. И у меня в сознании, знаете, как этот, который... Такой врач, который только клестиру ставит. Не важно. Там простуда или там ухо болит. Вот. И я со своим клестируем. Вот я как с этим клестируем хожу, значит, и качество ставлю. И я смотрю на вас, думаю, это наша девочка. Ей же надо как-то начать приличные деньги зарабатывать. Так она вроде... Я сомневаюсь, что там сильно платят много. В этом месте. Нет, не много. Поэтому... Меньше 15 долларов. Сейчас. Но я... В какой-то момент, в какой-то момент по жизни надо начинать уже зарабатывать. Потому что это знаете как, на что похоже. Вот если есть организм какой-то, да? Вот, допустим, человек. И если его, допустим, с детства не запитать качественно, да, там, с всякими калориями, витаминами, там, что там положено еще и так далее, то это скажется на всем его развитии последующим этого человека. То есть он... В 40 у него не хватит вот этого, и этого в 50 он загнется, в 60 его будут на носилках носить и так далее. Поэтому финансово, то есть, поскольку вы молодые еще ребята, и... То есть вы можете вырасти во что-то серьезное. Ваши личные финансы. Если будете хорошо зарабатывать, вы сегодня тут положили. Вот у вас есть сегодня дом, там, допустим, если вы хорошо зарабатываете, можете каждые 2-3 года дом покупать. В инвестиции куда-то. Я чувствую, что у вас там это недорого стоит, значит, и там не миллионы. Вот. И вы можете это часто делать, потом смотришь там к полтинничку, у тебя этих домов десяток, и они уже... Да, это самая лучшая инвестиция. Мы уже об этом думали. Купить несколько квартир и сдавать их. Понимаете, и... Но когда ты зарабатываешь, ты можешь. Когда ты мало зарабатываешь, ты меньше можешь. Поэтому в какой-то момент... Это не обязательно. Я утрирую. Я не говорю про... Что у вас кроме тестирования нет хода никуда. Я просто говорю, что надо что-то такое, где все-таки еще и зарабатывается хорошо. Да, вот мой муж это. Он думает. Он сейчас, конечно, очень сильно работает. Расплачивается за дом. А чего делает? Ну, он хочет изучать IT. Он начинал в университете здесь изучать IT. Но потом прервался, потому что дом купили, надо работать. Подождите. Он зарабатывает на жизнь чем? Он работает на почте. Типа, ну, USPS. Вот. Он представлен. Ну, подождите. А, то есть он навозит, ходит на траки, ездит и развозит. Да. А если не секрет, что за такое платят? Сколько платят? Да. А, да. Дом. У нас кредиты выплачиваем. То есть хватает на дом, хватает. Дорогая. Ну, что же. Адвокат и так далее. Адвокат? Адвокат. Легализация была дорогая. Очень много потратили. То есть у вас долги большие? Да. Ну, хорошо. То есть, но это не влияет, скажем, на ваше решение, там, когда завести деточек или вы хотите сначала… Нет. Это не связано. Хватает. Да. Хватает просто, как бы, у него нет времени пойти учиться. Вот и все. Только в этом минусе. А он из какой страны у вас? А он из Сальвадора. А вы были когда-нибудь в Сальвадоре? Я из Америки никогда не выезжаю. Я не хочу, я боюсь. Подождите, а паспорт уже есть у вас? Еще нету? Еще нету. У меня только грин-карта. Я в этом году подаю. Да. Я чувствую, вы так как-то опасаетесь. Ну, а когда будет паспорт? Вы поедете в Сальвадор? В Сальвадор поеду, в Россию нету. То есть, как-то вас так там прищучили, что вы там так все. Нет, я бы в Россию поехала, если бы не было вот этого закона, что там куда-то надо сообщать, и закон-то вышел, а как это все делать, никто не знает. И тебя, если неправильно оформишь, штрафанут, если не оформишь, штрафанут, то смысл-то какой? У нас есть знакомая, у которых дочь пошла регистрироваться. У нее есть грин-карта, и она пошла регистрироваться, и все ее прогоняли, потому что никто не знал, как это все сделать. И она как бы всем досаждала своим желанием выполнить закон. Но чем это кончилось, я не помню. Ну, в общем, да, какое-то время должно пройти. Хотя, конечно, не хочется лишний раз регистрироваться. Но, с другой стороны, это должны регистрироваться люди, которые там живут. А люди, которые просто на ПМЖ где-то, они, по-моему, не должны. Приехал и уехал. Ну, они должны. И я не знаю, с какой целью они это делают. И у меня там просто так ничего не делается. И мне это вызывает какие-то подозрения. Поэтому я бы не хотела. Да. Ну и хорошо. Ладно. Да. Трудно, конечно, трудно предсказывать, что в голову придет. Потому что... В общем, Михаил, это вы решаете. Давай еще. Давай еще. Давай еще. Конечно. Ну, что же. Хорошо. Давайте я все-таки хочу к вашему блогу немножко вернуться. Потому что все-таки задача нашей беседы, да, это как бы представить вот той аудитории, которая у нас. Она, может быть, не самая большая аудитория подписчиков у нас на канале. Но она достаточно большая. Показать какие-то новые лица. Вот. И как бы открыть какие-то горизонты, которые существуют. Значит, вот у вас же есть подписчики, да? Сколько? 523. 523. Они вопросы задают? Ну, да, они задают. Но я постараюсь в видео делать так, чтобы там уже не возникало вопросов. Ну, я вас умоляю. Очень редко задают вопросы. Очень часто. А вопросы могут задать в любом месте совершенно не относящиеся к видео. В принципе, это совершенно необязательная связь такая. Вот меня сегодня спросили, вот у тебя что-то рассказал. Говорят, вы на такой-то секунде проезжали, там куст красивый был сзади, там в огне мелькал. Да. А я даже, я начал смотреть, думаю, где же я еду-то? Знаете, я же назад-то не вижу, когда веду машину. И я так и не понял, где это было. Я бы снял этот куст несчастный, я просто не могу понять, где это. Сложно бывает. Сложно бывает. Понятно. Так, а что они вам пишут? Ну, вот именно задают вопросы по легализации больше. Если какие-то там вопросы возникают более подробные, вот, то да, они задают там типа того, что можно, когда ты подал на смену статуса, выехать из страны, чтобы тут не продлевать и не ждать. Вот. Типа таких вот вопросов. Посторонние, как вам, не сдают мысли в слух, к сожалению. Я вообще не буду спрашивать. Ну, хорошо. Хорошо. Значит, вы мне скинете туда ссылочку, чтобы я мог… А, вы у меня есть в скайпе. Не в скайпе. У меня есть в ютюбе, я там посмотрю. Хорошо. Значит, давайте, знаете, что я вас спрошу про вот Вашингтон DC и вот то, что там вокруг происходит. Это правда, что вот там чуть ли не каждый, там каждый, не знаю, там 80% народа работают на government. Да, очень много народа. Что там почти нет ничего больше. А, ну, не знаю, 80, не 80, но очень много, особенно ты это видишь, когда ты едешь на работу. И все едут в DC, все в Вашингтон, да. И эта работа очень хорошо оплачиваемая, там масса бенефитов. У них даже, они даже в метро бесплатно ездят. Вот, поэтому, да, работа на government – это очень хорошо. Вы знаете, когда я был, вы меня напомнили, когда мы жили в СССР, там Брежнев, он, ну, как-то у него была такая роль заступника за ветеранов в Великой Отечественной войне. Он там немножко участвовал, и вот, значит, он такой был, всякие льготы новые изобретал постоянно вот. А там, вы знаете, мало оставалось уже там, люди, не жили долго тех, кто участвовал. Ну, и вот какие-то все льготы, льготы. И был такой анекдот. Говорят, а вы слыхали, там новая льгота для ветеранов? Какая? Или теперь разрешается переходить улицу на красный свет? Угу. И, значит, ну, вот, поэтому от вашего витро бесплатно мне очень понравилось. Конечно. Ну, они довольны? Вот, они не говорят, что что-то там не так в Гауэбонд работаем? Все-таки это, там нет какой-то инициативы, там ты, ну, как-то вот в строгой иерархии работаешь? Мне там все держится за эти места и туда попасть нереально. А, окей. То есть им нравится работать на Гауэбонд? Очень. Хорошо. Я мечтала, знаете, как паспорт получил, вот я пойду в иммиграционную службу работать, будет там интервью брать. Ой, господи. Так. У меня индус брал интервью, я его даже, у меня американский, мой адвокат, он со мной был, он мне приводил с его языка, с его английского на английский-английский. Ну, у нас вот тут в Кремниевой долине, этим никого не удивишь. Первый акцент, который мы здесь учим, это как раз вот этот. Это в иммиграционной службе, это же не просто, а в иммиграционной службе АКЦР. Ну, это правда. Вы знаете, что меня удивило поначалу по приезду, что в американских местах, вот тут местных, в местной системе образования, которая не дискриминирует, мы знаем. Вы можете быть преподавателем английского, как иностранного, ESL, и при этом говорить с жутким акцентом, и при этом быть из Ирана, из России, из Мозамбика и откуда угодно. И все, что у вас есть, у вас есть диплом, который вот вы, например, получили там в районе Воронежа, и этого достаточно, чтобы преподавать английский, как иностранный. в, допустим, City College, и здесь не дискриминируют. Я помню, знаете, что в Лас-Вегасе я видел результат недискриминации, там пошли мы на, я извиняюсь, топлесс-шоу. То есть там девчонки прыгали, ну, как бы сказать, прилично так. Ну, без лифчика, короче. Ну, понятно. И вот танцуют. Я смотрю на эту недискриминацию, знаете, и вспоминаю, допустим, там, отстойный какой-нибудь французский там, я не знаю, что в Мулен-Руш, где девки все одинаковые, ну, так, физически, по габаритам отобранные, так и все. Здесь они будут и беленькие, и черненькие, и желтенькие. И у них будут разные пропорции тела, то есть у одной короче, ноги у другой там длиннее. Я извиняюсь, размер даже вот того, чего без лифчика, не только разные, но еще у одного человека может расходиться, как бы, понимаете, вот. Ну, то есть я смотрю на эту асимметрию, и я думаю, вот, да не дискриминировались-то, понимаете. Вот, поэтому это интересно, вообще недискриминация очень интересная штука. Короче, вы можете приехать в Америку, пойти в City College, и вас будет учить английскому человек, который говорит с диким акцентом. Да. Нормально. Ну, хорошо, значит, еще про Вашингтон, DC. А правда, что там существенный процент какой-то, чуть ли не зашкаливающий процент населения, это все-таки выходцы из Африки, например. Да, но они все... Есть такая часть DC, куда ходить не надо. Вот, по-моему, это South East. Я там никогда не была, там, да, только афроамериканцы. И все, больше никого нет. Вот, и там вот 80% этих преступлений, которые проходят там. Весь остальной, в принципе, город, он довольно-таки безопасный. А во всем остальном живут, ну, все, разные расы. А там вот только что. Вот мне говорили, мой знакомый говорит, вот я еду, вот я белый, я еду в машине, мне страшно, потому что все кругом афроамериканцы. И, как бы, они не самые лучшие. Там класс такой живет, довольно-таки бедный. А вот скажите, пожалуйста, вот вы, как человек из Вашингтон, ДС, из окрестностей, вокруг вас много людей, которые на кавермент работают. Они как-то относятся вообще к ситуации, которая сложилась в последние, там, несколько месяцев, когда вот одного за другим тут черного шлепнули, там шлепнули, здесь шлепнули, полицейские. То есть, мы все понимаем, как бы, ну, американскую сторону этого всего. То есть, дело не в том, что он был такого цвета или всякого цвета. Дело в том, что он совершал какие-то действия, там, и так далее. Но, все-таки, вот люди, которые там живут, они как относятся? Вот с Фергусом, знаете, вот такое, чуть ли не восстание. Причем мы знаем, что это все было на лжи построено, что обманули и создали, оболгали этого полицейского и дальше вот какие-то волнения пошли. Ну, вот как относятся люди, которые там вот где-то рядом и которые на government работают? Что они говорят? Ну, если я особо не общаюсь, мне кажется, не знаю, я вот особо не видела, знаете, интереса в этой теме. Понял, понял. То есть, не то, что это как-то вот сильно будоражит вот Америку? Абсолютно нет. Понятно, да. Ну, просто вот как бы муссируется там, может, еще где-то. Так, для Америки понятная ситуация, о чем там речь. Хорошо. А есть что-то такое, что вас волнует? Вот вы живете в Америке, тем более вы блогер, значит, вас что-то должно распирать, вот что-то такое вот. Чем вас распирает? С чего вас драйв такой хочет? О чем хочется рассказать? Просто вот хочется показать, как здесь… То есть, мне хочется доказать, что… Вы, наверное, этого не застали, Михаил, но вот мое детство как раз, такое сознательное детство пришлось на где-то 92-97 год, когда к Америке очень хорошо относились и пошли программы про Америку из Америки от русскоязычных людей, которые там живут. Америка с Михаилом Таратутой. Типа того, Наталья Дарьялова. То есть, там показалось все, как есть на самом деле. Вот. Это потом, Задорнов и все такое там пошло. Вот. И вот все мои первые впечатления, они были правильные, что действительно здесь вот так вот живется. Вот реальная американская жизнь, где все спокойно, где никто ни на кого не нарет, где люди все, как это сказать, relaxed. А. И вот мне хотелось вот этого показать, что здесь дома, они здесь у всех есть, не как в России на рублёх. Если ты пашешь, то ты заработаешь. Это просто вопрос времени, это не вопрос чего-то там, ты копишь-копишь деньги, бац, вот все, ты все деньги потерял. Что тут цены не растут. Вот что они в 2004 году были на продукцию, что они сейчас. Вот правда, я не вижу. Может они на 50 центов выросли, конечно. Они немножечко растут. Вот сколько у вас стоит, например, самый дешевый такой мягкий хлеб, вот такой бутербродный, вот такой, знаешь, в пачке? Мы его в розском магазине покупаем. В розском? Но я могу сказать, мы когда-то поприехали, знаете, у меня вот эти советские замехления в сознании, и мы заходим в магазин большой, там эти, много-много, знаешь, они лежат там, целая стена этих хлебов. И я смотрю, ну так, и так они по ценам будут рассортированы, я смотрю, самый дешевый, 59 центов, значит, вот это поленок. А рядом 61 цент. Ну и там доходит, может быть, до двух пятидесяти, в конце этого стеллажа. Я думаю, что же такое происходит? Кто же возьмет за 61 цент, если вот рядом лежит за 59? То есть сейчас, я когда стал этим блогингом заниматься, уже и вопрос тоже. Начинаешь думать о том, о чем сам никогда не думаешь, но поскольку ребята спрашивают и интерес такой, начинаешь смотреть, чтобы так не было боли, а уже так основательно разобраться. И я смотрю, сейчас этот хлеб, самый дешевый, не стоит 59, а стоит что-нибудь доллар 59, а может быть даже 2,29. Ну это сколько? 20 лет прошло? Даже больше? 25, да, 25 лет прошло. Конечно. Когда мы приехали, бензин стоил доллар, заголовок. Ровно доллар, вот была цена. Сейчас, он правда довольно долго держался. Первые лет десять он вырос с доллара до доллара шестидесяти, вот так. Сейчас уже мы видим там где-то, да, там 253. У вас по чем бензин? У нас 2,62. Ооо, а у нас на доллар дороже. Ой, нет. У вас там government, вам проездные бесплатно выдают. Понятно. Ну хорошо. Значит, Наташенька, а вы дружите с другими какими-нибудь блогерами? Блогер, он, как раз, тоже здесь живет в Вашингтоне, не DC, а, конечно, Вася Ти Ви. Вот. Я нечаянно совсем нарвалась на него, и я просто вижу, что мы знакомые окрестности, где он едет. Очень знакомые. И сейчас написала ему, ты случайно не в Вашингтоне живешь, да, в Вашингтоне? Вот. Еще мне очень нравится блог, причем тоже многим может быть полезен. Это, знаете, как смотреть сериал, только как, типа, мама, сын, знаете, реальная жизнь, как это все. А личное мнение называется. Там Вячеслав ведет рубрику, вот он, как раз, он ну, вы знаете, он как приехал и начал, я-то уже давно приехал только сейчас, заговорила. А он вот изначально приехал, подал на политубежище, и каждый из США вот проговаривает. Это очень интересно. А давайте Вашего Вячеслава. Вы знакомы с ним? Ну, как бы так, виртуально. Давайте его к нам, ладно? Хорошо, расскажу ему. Давайте. Конечно. Это очень здорово. Меня в данном случае привлекает сильно то, что это связано с политическим убежищем, потому что это такая тематика, на которую никто не хочет рассказывать. Больше того. Я не знаю. Я не знаю. Если сегодня он что-то рассказывает, сегодня, то проходит там год или два или три, и он говорит, пожалуйста, уберите мои видео, потому что он уже, у него меняется степень открытости из самых разных причин. И я думаю, что вот Ира Мамсин тоже она делала, делала. Ну, то есть мы не знаем из-за чего она свои видео забрала, но как бы это бывает с людьми, у которых приближается интервью или что-то, и они не хотят давать повод, потому что любителей находить поводы много. Вот. И там береженого Бог бережет, там еще что-то. Поэтому, если парень откровенно рассказывает, то, конечно, надо его показать, потому что в этом месте, в этом направлении очень много намутили люди и спекулируют и, ну, как бы в мутной воде ловят рыбку какую-то, я не знаю. Поэтому, когда кто-то ясность привносит, это очень хорошо. В общем, мы… Он не говорит именно вот об истории, почему он подает, но он, например, говорит о всех шагах. Там, кто может подавать, кто не может. Не знаю, может быть, он расскажет, как только ему дадут, вот, но пока, я думаю, он в процессе. В любом случае, в любом случае, чем больше информации на эту тему есть, тем лучше. И это очень здорово. То есть, я бы, конечно, хотел, чтобы такой разговор был, у меня бы на канале повисел, и его бы история получила больше зрителей. Хорошо. Ну, что же. Используйте свои связи. Знаете, что мне нравится? Вы у меня первый блогер, который выступает в качестве блогера. Такого, да? В нашей новой рубрике. И знаете, чего? Приятно разговаривать с блогером, потому что блогер, он открытый, он разговаривает, он общается, он… из него выжимать не надо ничего. Знаете, вытягивать слово за словом. Так. Это совершенно другого уровня разговор. Правда? Правда. Да, да. А у вас есть интервью на канале? Вы кого-то интервьюируете? Ну, только вот с Васей, потому что мы просто встретились, недалеко тут живем друг от друга, встретились, поговорили, да, только с ним и все, больше ни с кем. Ну, что же. А Вася нас смотрит. А, ну да, он комментарии пишет, я видел, да. Ага, да, да, вы видите. Да, он пишет комментарии. Ну, что же. Вася, ты мне должен сто баксов за промоушен. Нет, бутылку. Какие сто баксов? Бутылку. Как будто вы не из-под Воронежа. Мне, знаете, даже клиенты говорят, спрашивают, ну, что, Наташа, ты хоть водкой там это, ты как пьешь? Я говорю, вы знаете, вот ни разу, правда, я ни разу водку не пробовал. Он говорит, как? Вы же русские, вы же пьете, когда рождаетесь, вместо молока водку. Это шутят. Шутят так. Это шутят. Ну, вы знаете, конечно, тоже какой смысл родиться и вырасти в таком месте и неграмулечки. Знаете, я вам что скажу? Я-то вообще не пью. Знаете, я как вот из той песни, что пьют евреи пол-литровку на 14 персон. Знаете, я вообще не пью. Но когда для цели съемки там или что-то, вот мы идем в винодельню какую-то, в Калифорнии много виноделин. Ну, и мы там по граммулечке там разольем. И мне столько народу говорят, Михаил, как же вы потом в машину будете везти? То есть такое ощущение, что там трезвенники одни, а мы тут алкогольники. Знаете, так интересно. Вроде так все поменялось. Хотя в наше время, конечно, я думаю, люди пили больше, потому что мало кто был за рулем. Сейчас просто изменился мир, сейчас все за рулем. Что тут, что там. Понимаете? И это очень чувствуется, когда люди смотрят твои видео и комментируют. И ты понимаешь, что они все за рулем. По комментариям, по интересам, по этому, по всему. Это очень прикольно. Очень прикольно. Ну что же, давайте мы пожелаем вам роста творческого. А вы тогда не пропадаете с нашего канала тоже, ладно? Спасибо, Огня. Вот. Значит, и там, как будет что-нибудь там, хохмач какая-нибудь рассказать. У меня, например, сейчас интерес пробудился к смешным историям. Знаете, когда человек приезжает, и он не знает, что с ним, ну, в какой мир попал, и дальше начинаются какие-то смешные ситуации. Вот я, когда нахожу человека, он что-нибудь смешное рассказывает. Вот у вас есть как-то сходу? Давайте. Я когда работала в ресторане, подрабатывала, как бы, вы знаете, да, вот одна из вот лимонады эти всякие, соды, да? Coca-Cola там. Заказывает root beer. Да? Да. Рут beer. Я не знала, что root beer это root beer. Думали, что это пиво. Мальчишка заказывает, говорю, а иди мне свой покажи. А мы так смотрим, какой иди. Говорим, ты же root beer заказываешь? Не нужно, покажи мне айти, что тебе есть 21 год. Он очень долго смеялся. Говорит, root beer это сода, не нужно айти показывать. Ну, название такое, типа, да, пиво из корешков. А у меня, знаете, какая была? Мы только приехали, только-только. И вот первый раз заходим в магазин такой большой, и мы так ходим, рассматриваем, знаете, там, какие-то вещи. Ну, понятно, значит, что это. Какие-то, здесь очень много, знаете, азиатских корешков всяких. Вот смотришь, что такое. Китайцы вот кушают. Ну, коробки тоже. Вот смотришь, на коробке, иногда понятная картинка. Пицца понятно, а, допустим, что-то такое непонятно. Ну, и мы шли по магазину, и я в какой-то угол зашел. Я сейчас понимаю, что там диетическое какое-то, значит, облегченное. И там написано, fat free, там, cholesterol free, sugar free. Ну, и я слова-то знаю. Холестерол я знаю, там, sugar, знаю, там, что там еще. Fat тоже знаю, это жир. Free я. И free я знаю, free это бесплатно. И я смотрю, думаю, надо же, вот страна какая, за самое вкусное денег не берут. То есть за сахар не берут, за жирное не берут, за холестерольное не берут. Мы же знаем, что это самое вкусное, правда? Я думаю, вот попал в такое место. Так что, в общем, веселые истории тоже. Я очень люблю такие байки иммигрантские. Ну, вы можете у себя, конечно, на канале тоже рассказывать. Можете к нам прийти с байками. Буду вспоминать, буду записывать. Все, договорились. Ладно, давайте я тогда побегу на работу. У меня сейчас к десяти часам утра приближается. Мне еще надо. А мне радость прорвала к трубу. Я позвонила, сказала, что не приду. Правда, заплатила 300 долларов. Ну, что ж делать. Окей. Ну, что же. Наташа, очень-очень приятно с вами было потрепаться. Вы такой хороший собеседник. Я не знаю, удобно ли сказать. Вы симпатичная девушка. Вам можно комплименты делать? А то некоторые, знаете, как-то они чувствуют что-то напряжение какое-то. Гружите меня, гружите меня. Ну, хорошо. Ладно. Значит, что же. Подписчиков вам хороших. Сюжетов хороших. Историй хороших. Ну, и там дальше уже все. Что положено. Детки там. Денежки. Ну, это уже так уже все. В какой-то момент. Вы уже на пути. Вы уже. Моргичи выплачиваете. Хорошо. Ладно. Давайте тогда ручкой помашем. Или как вы. Воздушные поцелуи посылаете зрителям. Нет? Нет такого? Нет. У меня канал серьезный. Серьезный. Тогда всегда ручкой. Привет, ребята. Всем счастливо. До свидания. Спасибо.